Привет всем! Сегодня хочу поделиться с вами очень вкусной пастой итальянской с брокколи и анчоусами. Что для этого нам понадобится? Итак, оливковое масло, 500 грамм пасты твердых сортов пшеницы, 500 грамм брокколи, 4 анчоуса, 2 зубчика чеснока и пекорино 20 грамм, гранопадано 20 грамм. Можно 40 грамм пармезана. Итак, приступим. В кипящую подсоленную воду опускаем заранее промытые стебли вместе с листьями. Ждем минуты 4 и добавим соцветия. 4 минуты прошли, добавляем промытые заранее соцветия. И варим до мягкости минуты 3-4. В это время добавим в сковороду оливковое масло, немного оливкового масла. Положим чеснок и наши анчоусы. Одной рукой неудобно, извините. Анчоусы. Включим плитку. Изредка будем перемешивать на среднем огне, пока анчоусы не разойдутся. Когда анчоусы разойдутся, чеснок можно будет вытащить. Брокколи накрыла крышкой. Температуру убавила. Вот наши анчоусы практически разошлись. Можно вытащить чеснок. В момент, когда наши брокколи сварились, с помощью вот такого инструмента вытащим брокколи и переложим в сковороду. Вот так. Добавим половник воды. Половник-полтора. Я думаю, даже будет уместно два. И хорошо перемешаем. И оставим еще на минутку. Здесь, где варились брокколи, закидываем нашу пасту. И варим ее почти до готовности. То есть, если написано, что надо ее варить 11 минут, вы варите только 10. Пока варится паста, измельчим в блендере брокколи. Девочки, если вам показалось, что вдруг вам недостаточно жидкости, то можно добавить еще полполовника воды. Вот что должно получиться. Если вы хотите украсить блюдо, то можете убрать в сторонку несколько соцветий. Итак, моя паста почти сварилась. Я перелаживаю ее в сковороду. Добавлю буквально вот так, полполовника воды. И хорошенечко перемешаю. Добавляем немножко оливкового масла. Совсем чуть-чуть. Также весь. И хорошо перемешиваем. Получается кремообразная паста. Очень советую. Очень вкусная. Паста очень вкусная. Советую вам попробовать. Ставьте класс. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч.